Пейте, люди, молоко. 500 тонн в сутки и столько ультрапастеризованного молока планируют выпускать предприятие, которое может появиться в Щелкове. Компания «Моллпродукт» уже открыла на территории Московской области несколько производств. В Щелковском районе они планируют построить более современное предприятие. Первый этап – это строительство линии по выпуску ультрапастеризованной продукции. Второй этап – это строительство завода по выпуску кисломолочной продукции. Сырье, безусловно, мы планируем брать. Чем короче плечо, тем лучше. Сейчас, в настоящий момент, мы берем и из Щелковского района, мы берем и из Коломенского района, мы берем и из Ярославской области, и из Владимирской областей. Предполагаемый объем инвестиций – свыше миллиарда рублей. Количество создаваемых рабочих мест – более 300. Предпринимателям для реализации проекта предложили участок земли в районе РТС. Также в рамках инвестиционного часа рассмотрели еще один проект – строительство производства дифростеров – устройств, предназначенных для размораживания продуктов. Речь идет о строительстве завода по технологии оборудования гражданского назначения. Речь идет о выпуске линейки различных изделий. Это дефростеры, так называемые, размораживатели. Это устройство для сельского хозяйства, для сушки зерна и так далее. Мы разработали несколько лет назад небольшой магнетрон на частоте 915 МГц, который заменяет полностью тот магнетрончик небольшой, который у нас у всех в печках есть. Но на другой частоте. На другой частоте он сразу что дает? Если туда курицу положить, в эту печку, через минуту она разморожена вся насквозь. В обычной печке она через 15 минут сверху обугливается, а внутри еще лед. Интерес к такой продукции уже проявили иностранные компании. Так, намерение приобрести дефростеры выразили предприниматели из ЮАР. Проект на заседании поддержали. Руководитель администрации поручил подготовить документы между ведомственной комиссией Московской области для выделения участка. Для нас это очень важно. Это создает дополнительное количество рабочих мест, довольно-таки большое. Если нам обещают там 1200, то здесь будет минимум 300. То есть это значительный дорог вперед. Поэтому мы с удовольствием примем эти проекты и спроводим их для того, чтобы они завершились положительным конечным результатом. Также на встрече подвели итоги по проектам, которые были представлены ранее. В работе находится порядка 30 бизнес-идей. Однако в администрации продолжают ждать предпринимателей с интересными и перспективными предложениями. Дарья Снегова, Александр Ржевский и телерадиокомпания «Щелка».